Всем привет, с вами Картофан, и это уже восьмая часть гайда по моду Ботания на версию 1.12.2. Давайте начнём. И сегодня я бы хотел вам рассказать про весь раздел действующей флоры. Давайте начнём с первого пункта, и это у нас модулирование задержки. Смотрите, если наш цветок стоит на обычной траве, то он у нас будет в приоритете, например, как в нашем случае, это у нас ополамя края. Если мы кинем сюда уголь, то тогда первый, кто заберёт из этих цветков, это будет тот цветок, который стоит на обычной траве. Следующий в приоритете будет, который стоит на подзоле, и последний это, который стоит на мицелии. То есть, смотрите, кидаем уголь, и первый, кто заберёт, это вот этот вот цветок. Потом мы кидаем сюда уголь, ещё один, собирает уже подзол. Вот он загорелся. И последний, самый у нас, который не в приоритете. Так, это не я. Так, и вот собрал наш последний цветочек. Это, думаю, что будет очень полезно в каких-нибудь схемах. Перейдём дальше, и следующий пункт, это у нас цветочные сгустки. Здесь нам нужно будет сделать специальный алхимический катализатор, о котором я вам ещё не рассказывал. Но как его скрафтить, я вам сейчас покажу. Вот таким вот образом. Это у нас раздел маналхимия. Здесь также показывается, что можно будет с ним делать и с другими предметами. Но мы давайте вернёмся к нашим цветочкам. Нам нужен будет этот алхимический катализатор. И также нам нужен будет наш бассейн маны. И получается, что 8 цветков, которые мы можем здесь переделать. У нас есть всего лишь 8 цветков. Здесь у нас они показаны. И вот они все. Смотрите, что мы должны будем с вами сделать. Нам нужно будет поставить алхимический катализатор и на него бассейн маны. Теперь мы сможем здесь производить различные манипуляции. В нашем случае это кидать наши вот эти вот растения. Смотрите, мы кидаем сюда наш бубл. И нам даётся маленький бубл. А здесь что в нём изменилось, это всего лишь то его радиус действия. И всё, больше ничто в нём не изменилось. Если вы будете сюда кидать какие-то другие растения, которые не входят в этот список, то у вас просто ничего не получится и у вас ничего не будет просто. И давайте перейдём дальше. И дальше у нас уже начинаются наши действующие цветы. И первый цветок это бергамут. Данный цветок будет глушить звуки. Ну как бы не совсем глушить, а просто их приглушивать, но всё равно вы их услышите. Так, и давайте мы поставим наш бассейн маны. Это цветок. Если что, то этот цветок будет питаться маной. Вот и все эти цветки будут питаться маной. Здесь они будут требовать ману. Поставим сюда зомби. И сейчас, если мы его сломаем, то мы будем слышать намного его громче. Давайте сделаем даже погромче звук, чтобы вы это всё слышали. Ставим наш цветок. И слышно намного тише. Вот так вот он и работает. Перейдём дальше. И дальше у нас агрогвоздика. Данный цветок будет действовать как костная мука. То есть мы ставим бассейн маны. Около него агрогвоздику. И теперь он будет в своём радиусе действия всё удобрять. Поставим сюда пшеницу. И со временем она вырастет. Сейчас это пока что не видно. Но на самом деле потом, вот как можно видеть, здесь был такой эффект. Это означает то, что немножко удобрилась пшеница. Ну и что же, давайте перейдём к следующему цветку. И дальше у нас цветок под названием бубл. Этот цветок будет создавать воздушный купол под водой. Давайте мы это дело проверим. Так, забираемся под воду. Вам, скорее всего, ничего не видно. Но, так, надо взять ещё траву, чтобы посадить этот цветок. Ставим наш наполненный бассейн, траву и сюда бубл. И вот у нас создаётся такой вот купол. Довольно-таки большой, вы можете его сделать и меньше, если вы будете использовать маленький цветок бубл. Кстати, ещё хотелось бы сказать то, что этот цветок будет бесконечно потреблять ману, чтобы поддерживать этот купол. И следующий цветок, это цветок вина лотос. Вина лотос будет телепортировать к себе существо, которое телепортируется. То есть, смотрите, мы ставим наш бассейн, потом сюда ставим вина лотос и, допустим, эндермена. Стреляем в него из лука. Он должен телепортироваться куда угодно, но только не сюда. И, как вы можете заметить, он пытается телепортироваться, но и возвращает наш вина лотос. Если мы сломаем цветок, то он телепортирует сюда. Ну и, в общем-то, думаю, что вы поняли, как он работает. Ну и что же, давайте перейдём дальше. И дальше у нас цветок под названием вороток. Этот цветок будет подбирать дроп. Кстати, ещё хотелось бы сказать, что он будет работать и без бассейна маны, но у него радиус будет намного меньше. Так что ставим бассейн маны. Так, привязываем его. И смотрите, ставим сюда сундук куда-нибудь. Кидаем дроп. И через время сейчас пропадёт этот дроп. А не пропадает он, потому что у нас он настроен на то, что он собирает только предметы без рамок. То есть, теперь давайте сделаем сейчас поменяемый режим. Переключаем на функциональный. И тыкаем по нему. Так, собирает любые предметы. Нам это как раз и нужно. Сейчас я вам расскажу ещё также про другие его функции. Но сначала посмотрим на эту функцию. И снова не собиралась, потому что я поставил немножко недавно сундук. Нужно его ставить сюда вот вплотную. То есть, смотрите, мы снова кидаем. И сейчас точно всё заработает. Вот. Всё. Он пропал. Также мы сможем сюда поставить рамку и настроить этот вороток на то, чтобы он собирал только предметы в рамках. То есть, смотрите, если мы сюда поставим рамку, положим сюда, допустим, ну не знаю, вот в эту рамку, вечно наполненный бассейн, то он будет сюда класть только вечно наполненный бассейн. Ну и так со всеми предметами. И следующий цветок это Гаяцидус. Этот цветок будет отравлять ближайших существ ядом. Давайте мы это проверим. Так, ставим этот цветок. Запитали мы его. И ставим сюда жителя. И наш житель начинает дубаситься. И насколько я помню, яд полностью не убивает, а оставляет, по-моему, полсердечка. Таким образом мы потом сможем просто один раз его ударить. И всё, он умрёт. Так, но он убежал из зоны действия, и поэтому он будет жить. Ну и что же, давайте перейдём к следующему цветку, и это у нас Глинарцисс. Этот цветок очень прост, он просто будет перерабатывать песок в глину. Вы можете поставить его где-нибудь в пустыне, и тогда весь песок переработается в глину. Ну, естественно, в зоне его действия. И следующий цветок это Джиулия. Этот цветок будет не подпускать к себе никаких живых существ. Ну, кроме игроков, конечно же. Поставим сюда, допустим, крестьянина. Оп, и он вдруг начинает взлетать. Ну, вообще, в теории он не должен взлетать, а просто он будет, ну, не сможет сюда подойти. Он взлетает, потому что у этого цветка сферическая зона действия. Так, ну и всё, они больше сюда никак не смогут войти. Вы можете так себя окружить, чтобы вас, например, никакие криперы не взорвали. Но, кстати, для вас создан другой цветочек, о котором я расскажу чуть позже. И следующий цветок это Звоношип. Этот цветок будет наносить урон всем существам вокруг, кроме игроков. Так, ставим его. И всё, теперь наш житель умрёт. Вот, кстати, довольно-таки быстро. За пять ударов. Перейдём к следующему цветку. И следующий цветок это у нас Измученный Амарант. Этот цветок тоже довольно прост в своём понимании. Вы его ставите, и вокруг себя он будет выращивать мистические цветки. Абсолютно рандомные. И это, кстати, довольно полезно, потому что не всегда вы можете найти какой-то определённый цветочек. Ну а следующий цветок это у нас Людюльпан. Этот цветочек будет телепортировать вам существ и лут из данжей на поверхность. То есть давайте мы его поставим и чуть-чуть подождём. Так вот у нас скелетон заспаунился. Вот только что зомби. Ну, в общем-то, вот так вот он и работает. Перейдём к следующему цветку. И следующий цветок это у нас Мариморфозис. Этот цветок будет превращать вокруг себя блоки камня в метаморфические блоки всех типов. А также, если вы поставите их в разных биомах, то в приоритете будут различные блоки делаться. То есть, например, здесь у нас это лук биома, и здесь давайте посмотрим, какие будут делаться в приоритете. Так вот мы ставим. В приоритете у нас делаются вот эти вот блоки. Но также делаются другие, и так вы можете сделать себе блоки любого типа. Кстати, эти блоки служат не только декорацией, но и также вы сможете из них сделать себе лепестковые аптекари различных цветов. Также из них, как можно заметить, можно делать и кирпичные блоки, и резные. Ну и что же, давайте перейдём к следующему цветку. И следующий цветок это у нас Медумон. Данный цветок будет останавливать всех живых существ в радиусе 6 блоков. Ну, кроме человека. Поставим его, и всё. Теперь наши зомби-ти не будут передвигаться. Но мы их сможем толкать. Не знаю, как это можно использовать, но думаю, вы найдёте этому применение. Ну и что же, давайте перейдём дальше. И дальше у нас мечта Хейсей. Этот цветок довольно-таки интересный. О нём я вам рассказывал уже в прошлой части, но давайте я здесь уже и повторюсь. Мы его ставим. Так, запитали его обязательно. Смотрите, уже он начал действовать, так как только что паучок убил скелета. Но мы давайте сейчас проверим это, допустим, на эфритах. Ставим двух эфритов, и они начинают друг друга бить. Как и паучок их начинает тоже бить. В общем-то, этот цветок агрит существ друг на друга. Ну и что же, давайте перейдём к следующему цветку. И следующий цветок, это у нас огненный рудноцвет. Данный цветок будет работать только в аду, поэтому давайте переместимся туда. Так, вот мы и в аду. Теперь давайте мы его поставим. Ставится он у нас на траву. И теперь он будет превращать весь адский камень в руды. Будут такие звуки, будто бы удары, но на самом деле это он замещает блоки на руды. Давайте здесь настроим адского камня. Прямо на ваших глазах появилась кварцевая руда. Вот и здесь. Ну, в общем-то, думаю, что вы поняли, как он работает. Ну и что же, давайте перейдём к следующему цветку. И следующий цветок, это у нас павший канады. Или канаде. Этот цветок довольно-таки полезный, так как он даёт эффект регенерации. Вот, как можно заметить, у нас в правом верхнем углу появился эффект регенерации. Ну и давайте тогда перейдём к следующему цветку. И следующий цветок, это у нас полидизиак. Ставим наш бассейн, ставим цветок. И этот цветок будет скармливать, допустим, пшеницу корову. Мы кидаем её сюда просто где-нибудь. И коровы начинают есть эту пшеницу. Если мы сюда кинем семена пшениц, то тогда коровы не будут ими питаться, но будут питаться ими курицы. То есть, думаю, вы поняли, как это работает. Ну и что же, давайте перейдём к следующему цветку. И следующий цветок, это у нас путаягода. Этот цветок будет удерживать любых существ, кроме человека, в своём радиусе. Ставим этот цветок, давайте проверим это. Так, и будем бить, допустим, нашу корову. Так она бежит. Ну вот, как можно заметить, она, кстати, уперлась как раз в этот радиус. Но мы можем спокойно через него пройти. Это будет очень удобно, допустим, чтобы не строить загоны. И давайте перейдём к следующему цветку, и это у нас ранон карпус. Этот цветок немножко сложнова в своём понимании, но думаю, что вы сейчас всё поймёте. Мы давайте его поставим. Под этот цветок мы ставим, допустим, дерево. Вот здесь вот, то есть под обязательно вот этой вот травкой, вот сюда мы ставим дерево. Но как бы вы можете поставить и другой блок, но сейчас вы поймёте, в чём дело. Так, смотрите, сейчас мы ставим дерево где-нибудь здесь. Вообще просто рандомно нам это не важно сейчас, для того, чтобы понять. Теперь, смотрите, мы кидаем камень, допустим, так кинули. И этот камень поставился на дерево. Почему на дерево? Потому что мы поставили сюда дерево. Если мы бы сюда поставили, давайте поставим сюда, не знаю, полированный гранит. Поставили мы его. Теперь ставим сюда его где-нибудь. Кидаем, не знаю, дерево пусть. И у нас ставится дерево на полированный гранит. Кидаем сюда хоть полированный гранит. И он ставится тоже на полированный гранит. Думаю, что вы поняли, как работает этот цветок. И давайте перейдем к следующему цветку, и дальше у нас рудноцвет. До этого у нас был адский, по-моему адский рудноцвет, огненный рудноцвет, а сейчас у нас просто рудноцвет. И этот цветок будет превращать камень в руду. Так, ставим этот цветок, обязательно его запитываем, и ставим, допустим, здесь камень. Так, и он начал менять руду где-то под землей, по-моему. Но сейчас, думаю, да, вот он начал здесь менять, вот здесь у нас появился уголь. Он может также заменить и на алмазы, и на изумруды, но шанс намного меньше. Вот здесь у нас появилось золото. Ну, в общем-то, думаю, что вы поняли, как он работает. Следующий цветок, это у нас солигнолия. Этот цветок будет блокировать эффект кольца магнетизма. Так, оденем его давайте. Кинем, допустим, какой-нибудь наш бассейн. И вот он к нам притянулся. Теперь, если мы ставим наш цветок, кидаем наш бассейн, и теперь он никогда к нам не притянется. Ну, если мы, конечно, сами его так вот не подберем. Ну, и, в общем-то, все. Больше ничего этот цветок и не может. Перейдем к следующему цветку, и это у нас спектрантимум. Этот цветок будет телепортировать предметы к привязанному блоку к этому цветку. То есть, смотрите, мы берем, привязываем, точнее, берем этот цветок, выделяем. Привязываем куда-нибудь сюда, допустим. Все мы привязали. Теперь кидаем сюда предмет. Так. И этот предмет телепортируется вот сюда. По-моему, у него радиус действия всего лишь на 12 блоков, так что вот так вот. И следующий цветок, это страшный шип. Этот цветок будет убивать только взрослую особь. То есть, смотрите, сейчас мы заспавим корову и маленького теленка. И вот, как вы можете заметить, только корову убило, а теленок остался живой. Но мы его тоже убьем. И следующий цветок, это у нас тигра глаз. Этот цветок будет работать, как и примерно этот код, только он будет накладывать эффект уже на вас. Смотрите, мы ставим бассейн. Так, тигра глаз. И он уже начинает работать. Мы ставим сюда крипера. И он в теории должен от нас бежать, но он еще не бежит, потому что на нас он еще не загорелся. Так, давайте сделаем себе режим выжимания. Так, и вот он начинает от нас бежать. Давайте заспавним еще крипера. И вот он снова от нас бежит. Радиус этого цветка довольно-таки большой. Наверное, около 20 блоков. Так, что это довольно полезный цветок. Так, и вот у нас уже предпоследний цветок. Это у нас тупомельник. Этот цветок будет сдувать дроп. Ставим его, запитываем обязательно. И вот, как вы можете заметить, здесь у нас такие частички. Такие очень прозрачные, но, думаю, их вам видно. И получается то, что он дует в эту сторону. Мы кидаем сюда. И вот наш дроп такой вот летит по этому вихрю. Также мы его можем развернуть. Это вам нужно будет сделать функциональный режим. И нажать Shift плюс правую кнопку мыши. Теперь он начинает дуть сюда. Теперь он сюда дует, а сюда больше не дует. Вот, ну и так он может вертеться во все четыре стороны. И последний цветок. Это у нас экзопламя. Давайте поставим этот цветок. И этот цветок будет питать наши печи. То есть, смотрите, мы ставим печи. И давайте разложим в них железо. И вот эти печи все начинают работать. Так как они питаются, можно сказать, что маной. Ну и все. Получается, что функции этого цветка на этом и заканчиваются. Ну а с вами был Картофан. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok